всем большой привет добро пожаловать на мой канал и сегодня у нас в гостях вот эти вот ручки многие спрашивали как камуфлирующая база проносится проносил все отлично исключение составляет вот эти вот ноготочки почему нельзя делать так клиентка просто кусачками откусила длину которая ей мешалась лучше это делать пилочкой потому что покрытие практически можно сказать отстреливает как бы от ногтевой пластины в общем если вы хотите убрать длину если вам она мешает то лучше взять пилку и просто подпилить свободный край ни в коем случае не использовать ножницы или кусачки переходим к снятию и сегодня очень важное видео сегодня я вам хочу сообщить что уже на протяжении некоторого времени я тестирую одни инструменты и я очень-очень ими довольна инструменты классные входит сегмент не очень дорогих то есть они очень доступны по цене но у них просто шикарное качество оставайтесь со мной и я вам все покажу когда вы снимаете покрытие на таких вот коротышах то сначала вы снимаете основной слой сверху вниз далее идем выравниванием справа налево опять сверху вниз и опять выравниваем справа налево после того как переходите к пилу формы важно знать что когда мы сделаем с вами каратулечки наши маленькие у нас будет торчать подушечка пальца поэтому сильно мы не давим делаем мы упор именно на ноготь также так как у нас ногти трамплины мы подставляем пилку таким образом что если мы посмотрим сбоку то наш квадрат будет как бы немного задран вверх а если мы будем смотреть сверху то у нас будет красивая форма мягкий квадрат также мы опиливаем и все остальные то есть пилим сначала торец дальше подставляем пилочку и немножко как бы задираем наши боковые параллельки вниз но самое главное только до точки в роста то есть видите я зашла под ноготок до точки в роста опилила и уже дальше зашлифовываю сверху нашу базу то есть наши какие-то мелкие неровности потому что чем лучше мы с вами выровняем поверхность перед нанесением базы тем проще нам будет сделать выравнивание также я оттягиваю боковые валики чтобы они мне не мешали и смотрю чтобы ни в коем случае моя пилка не поранила клиентам и не забывайте конечно же сравнивать между собой два больших пальцев два указательных пальца ну и так далее аккуратными мягкими плавными движениями скругляем форму и заканчиваем опил мы всегда такими длинными протяжными движениями чтобы у нас не было никаких знаете таких зазубринок вот сейчас вы можете отчетливо видеть что наш ноготок задран вверх и причем задран очень сильно выравнивание мы тоже будем делать особенные вот мои идеальные инструменты я их специально запаковала в упаковку конечно же я уже работала это инструменты от silver star с премиальной ручной заточкой с очень очень хорошей сталью и еще будем использовать сегодня вот такой пушер обратите внимание на каждом инструменте есть голограмма то что это не подделка сто процентов ручная за . инструменты производится с 1999 года есть как для домашнего использовать так и для профессионального есть отдельные группы то есть вам несложно будет сориентироваться вот кстати эти ножнички которые у нас сегодня будут и вот такую брошюрку мне положили к заказу сзади есть адрес и есть также артикулы по которым можно найти данные инструменты пушер у нас анатомически если честно когда мне пришел заказ я очень давно хотела попробовать именно такой скругленный маленький пушер потому что мне кажется что им удобнее всего будет толкать кутикулу и вы знаете я не прогадала я в восторге идеальное соотношение цены и качества это первое а второе что очень важно это именно идеальная за . в плане чего инструмент не должен быть такой как пушер сильно острым но и в то же время не должен быть тупым если он будет сильно острый то вы можете повредить ногтевую пластину если он будет тупой то он просто-напросто ничего у вас не отодвинет с обратной стороны у меня есть вот такой вот топорик которым можно зачистить птеригий и еще когда вы толкаете не задирайте попку а работайте именно в кутикулу как бы мы просто ее отодвигаем создаем карман и короткой лопаткой это делать очень удобно смотрите здесь какая у нас интересная ситуация произошла здесь у нас есть вот такая вот склеечка если мы ее оставили то нашего фреза обязательно будет на себя намотала и в дальнейшем мы бы поранили клиента поэтому мы переворачиваем берем топорик и аккуратненько отделяем наш птеригий от ногтевой пластины вот наш результат далее я беру фрезу пламя и на форварде обрабатываю аккуратно все пазухи и синусы и конечно же обязательно боковые валики боковые валики достаточно грубые а вот кутикулы я не скажу что сильно сухая средняя кутикула самая обычная пламя диаметром 0 23 миллиметра работаю на 25 тысячах оборотов частые вопросы кстати про мой аппарат аппарат у меня маратон 3 чемпион когда мы вычищаем вот такие вот трамплинообразные то есть в растущие вверх ногти чаще всего они очень активно прикрыты нашими боковыми валиками поэтому не забывайте пожалуйста оттягивать и еще чтобы вычистить правый синус можно повернуть ручку клиента вот таким вот образом это делать очень удобно и тогда вам открывается наилучший обзор также не забывайте оттягивать кутикулу вообще в принципе когда делаете маникюр у вас должно быть незыблемое правило вижу что пилю и переходим как раз таки к ножницам очень классные ножницы это наверное одни из моих самых любимых сейчас я вам расскажу почему они небольшие ручку у меня очень маленькая мне они прям зашли посмотрите как все выполнено аккуратно красивая гравировка тонкие кончики но в то же время не такие тонкие то есть не переточенные если сталь переточить то кончик у меня у одних ножниц просто обломился посмотрите на остроту закусили салфетку и убираем именно салфетку из ножничек не открывая наши ножницы сняла для вас поближе весь кайф работы честно скажу когда смотрела на большом экране кайфовала сама потому что озвучиваю я ролики всегда через несколько дней после того как их снимаю то есть мне уже есть что сказать я уже успела поработать полностью этим инструментом работы я на них примерно уже около полутора месяцев и знаете никогда вам ничего не показываю пока полностью не протестирую заказывала я за свои деньги никакие не обзоры в общем хочу вам от души посоветовать и порекомендовать данную торговую марку все вы наверное знаете что вообще в принципе найти инструмент для мастера достаточно проблематично кто-то очень сильно задирает цену кто-то не затачивает достойный инструмент поэтому присмотритесь ссылочку я вам оставлю в описании под видео сегодня будем работать на торговой марке мальтини так как у клиентки отлично все проносилось для ее ногтей все подходит поэтому продолжаем наносим мы сначала праймер высушиваем его на воздухе берем базу стронг и кисточку от мальтини четверку кисти очень хорошего качества в принципе я плохими и не работаю просто сразу исключаю их чаще всего из работы и даже вам не показываю вообще давно хотела снять видео топ-5 или топ-10 моих разочарований по материалам или инструментам напишите если вам интересно то я обязательно сниму такое видео я нанесла в качестве подложку базы стронг просушила взяла очень красивую базу milk с шиммером и наверное вы уже помните меня была работа на моих ногтях кто со мной давно я очень очень люблю эту базу и это уже 3 если честно которая у меня есть то есть расходуется она у меня достаточно быстро база немного желтит как и любая молочная база после полимеризации но потом все белеет сегодня будем делать акварель поэтому мы забавили базу взяли акварельные красочки и посмотрите капнула капельку водички в краску и развожу уже на палитру далее добавляю воду и рисую нашу ветку точнее рисуем листочек водичкой цветной промакиваем кисть и все убираем вообще дизайн акварелью пользуется у меня достаточно хорошей популярностью умеете ли вырисовать акварель у меня есть очень подробный полный курс по акварели также вы можете посмотреть мои мастер-классы на канале черной акварелью мы рисуем полоски но будьте осторожны черный акварель очень быстро сохнет и я рисую тонкой кисточкой в принципе нужно работать достаточно быстро по забавленной поверхности акварель рисует очень хорошо но если вы плохо где-то забавить и будет глянец то она у вас просто-напросто сползет и все также акварель нужно хорошо закрепить поэтому мы дожидаемся полного высыхания берем базу нашу и наносим ее тонким тонким слоем самое главное дождаться полного высыхания дальше берем топ без липкого слоя и уже покрываем наши ноготочки все очень просто быстро несложно дождитесь полного высыхания и обязательно нанесите базу перед топом и вот такой результат у нас получился надеюсь что видео было полезным интересным ставьте лайки обязательно подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропустить новые интересные видео с вами была татьяна сидоренко всем пока